что ты делаешь там вот скажи мне пожалуйста что ты там делаешь все ты делал там сидеть молодец умница мой умничка мой что ты там делал вчера короче шашлык жарил вот он эти ходит эту сетку облизывает поэтому в продолжении своих вышесказанных слов дай 5 держи прекращайте женщины прикро девочки мамы будущее прекращайте строите себя супер матерей все нормально все в этой жизни хорошо просто больше адекватности вот и все все нормально вырастет здоровенький как ты бросаня привет дорогой хорошо как ты скажи мне казахстан у нас время три ночи а почему-то тут собака придая валюша ковальчук говорит шлите всех нафиг вы прекрасный простите за мать все нормально валюшки привет большой сочи привет большой женщина ты думаешь про австралию и нынешнюю ситуацию я честно говоря я сегодня отвечал на этот вопрос я не осведомлен что происходит данный момент в австралии я знаю что там пожары но я не знаю какая там степень пожаров и вообще возгорание что там происходит я больше переживаю за ту страну в которой я живу сегодня вот вот за это стоит переживать лазаревская тоже в алейкум салам я с турции прилетел только как-то видел нормально все санечка моему мужу нравится мой характер ну и слава богу значит мы с твоим мужем похоже лень вот и мой вы бы каждый раз моете за собой посуду лень вот и не мод ребята я этот же занимайтесь благотворительностью я считаю что человек который занимается благотворительностью не вправе говорить о том занимается он ей или нет в этом то и суть благотворительность понимаете сделать добро и и не рассказывать об этом так у меня не информационный канал я вышел stories для того чтобы немножко кому-то поднять настроение кому-то испортить вот поэтому я все знаю что сегодня произошло произошло и в тегеране и произошло и с украинскими авиалиниями и в ираке в иране я знаю что происходит и с америкой что и в австралии я все это знаю ребят я слежу за новостями но я не хочу это здесь обсуждать по двум причинам первое нас рождественские праздники не хочется о плохом а второе мы с вами обсуждениями все равно ничего уже не изменим и не поменяем вот просто быть такими прикольными сидеть в эфире делать вид что мы заинтересованы и сопереживаем ребят давайте будем по отношению к самим себе честными мы живем в такое время тут переживать надо за свою семью за тех кто рядом с тобой просыпается засыпает а если мы будем раз ну ну короче все женя тебе санкт-петербург нравится нет не нравится мне санкт-петербург я был санкт-петербурге раз пять и раз пять встречался с каким-то быдлом я не знаю почему так происходило причем я жил в центре на невском и постоянно я встречался с каким-то быдлом то есть мне я встречался с людьми которые мне были неприятные которые мне пытались испортить настроение я говорю абсолютную чистую правду как город как архитектура мне нравится а вот внутренняя составляющая мне не понравилось вы сейчас можете написать уже но это тебе так это но когда это пять раз подряд это не так это вот там просто какая-то какие-то люди такие в питере они там сами все на уме они думают что они там не знаю очень странно кстати не знаю может так попадал в питере далеко не все было я понимаю что не все еще раз повторяю я не сказал что все быдло я сказал что я пять раз был и пять раз встречал и вот и все я просто в этом плане очень фартовый я тебе горюшу галку давай дали дали в туле был конечно ты как там ада клёвы я не там ада я ведущий один а это одни и те же дебилы спрашивают ару а у меня сегодня день рождения 0 070 мне очень грустно что ты в свой день рождения проводишь время в моем эфире хотелось бы чтобы его проводила в окружении своих друзей родных и близких но ладно значит так должно быть женка когда в кредит чуть позже в нижнем многое было ребят я был везде я сколько себя помню вот и 11 лет или 12 уже живу в москве я объездил практически всю страну был был в основных городах нашей великой родины великой величайшей страны и провел массу мероприятий поэтому я был много где на рафаминске тоже был привет умник здорово расскажи какой нибудь анекдот и приколь ржусь тебя красава вот и в боленску точно не в оболенске нет но я не знаю мне кажется я в этот город обязательно поеду в тот момент как ты научишься название города писать большой буквы и сразу я подъеду пока ты его пишешь маленькая туда не ногой где тебя больше всего понравилось жизнь но в россии нигде а вот в россии все одинаково ребят особенно если ты приезжаешь зимой или глубокой осенью или в начале весны все города похожи это грязь это слякоть это серые люди которые одеты в черные пуховики в темную одежду все одинаково все очень грустно в россии все все в какой-то депрессии вот все вот все депрессивно все блять машины депрессивные дороги депрессивны эти деревья грязь этот снег все депрессивно а если говорить о других странах то мне понравилось чем греции в афинах поэтому вот эта история о том что где понравилось все одинаково на стране все одинаково доча как дела дивноморске конечно было ребят дивноморске с дивноморска началась моя разгульная жизнь мне было 17 лет дивноморск это поселок я не знаю поселок это или нет поселок пом городского нет пом поселок дивноморска это загиб под геленджиком в грозном я не был тигр ой тима привет вот сайте тима я этот хочу пожелать вам с модиной хорошего взлета и мягкой посадки я знаю что вы но они 9 числа улетают да вот кстати тима с модина это наши друзья у модина занимается косметологии она в сфере косметологии но в москве номер один объясню почему просто вот приведу вам один пример к ней ходит любовь успенская ну вот поэтому она она умница и наташка королева там много их ходит вот она молодец в махе был махачкале был ребят короче рассказывал вам за махачкалу приехала в махачкалу вот подожди секунду сейчас короче рассказывал вам за махачкалу я в дагестане был много раз мне очень понравился дербент привет от дин и и саше тоже спасибо огромное махачкале был был в дербенте дербент мне понравился потому что дербент считается старым городом там вот веет вот этим знаете духом там веет история там есть крепость в дербенте где жил петр первый там же как бы ворота вот дербент сам по себе потрясающий город старый город там вот эти лощенные узкие улочки выложенные брусчаткой в дербенте мне очень понравилось махачкале мне понравилось мне понравились люди мне понравился менталитет мне понравилось как встречают мне понравилось воспитание и женщин и мужчин понравилось но сам город мне не понравился объясню почему потому что центр города вот так по правой и по левой стороне тут шиномонтажка тут Тут шиномонтажка, тут ремонт машин, тут шиномонтажка, то есть вот так сосредоточено все в центре города, вот эти магазины, запчасти на машину, мне не понравился, Дербент мне очень понравился, а вот, Мадина поссорилась с Настей, за которую ты, что за которую ты уваливал, за которую, что, не пали, не пали, хорошо, я понял, Тима, понял. Все поняли про Махачкалу, про людей, все понял про Махачкалу, про людей, Душанбе был, я в Душанбе родился, ты в Киргызстане, вот кстати, по поводу Средней Азии, я нигде, кроме Таджикистана не был, я очень хочу поехать в Казахстан, я очень хочу побывать в Туркменистане, я очень хочу побывать в Узбекистане, очень хочу, вот, поэтому не знаю я, доброй ночи, добрый, а в Грозном не был, у меня есть мои знакомые, друзья, Они, ну не друзья знакомые, они в Грозном мечеть, они закладывали мозаику, делали мозаику в мечети. Вот они рассказывали про Грозный мне, ну их на руках носили, это все понятно, потому что на Кавказе вообще чеченцы, они очень правильно и с таким восторгом относятся к людям, которые даже вот через мозаику прикасаются к религии, они очень уважают, их на руках носили, они говорят, то есть, ну, и они загрозно рассказывали, что там просто, ну, это не то, что показывают по телевизору, рассказывают. В Узбекистане приглашают, спасибо огромное, в Таджикистане родился, да, я в Душамбе родился, возле Зеленого базара я родился, Зеленый базар был такой, я не знаю, остался он, не остался, вот, Казахстан. Кстати, а по поводу Казахстана, я считаю, что казахи самые смешные, вот, я в плане юмора, я считаю, что у казахов самый крутой юмор. Я вот фанат, у вас есть в Казахстане, есть, по-моему, КВНовская лига, по-моему, как же она называется, ТАС-лига, ТАС-лига или что-то, БАС-лига, БАС-лига. Я ее смотрю, я просто угораю, но это просто, казахи, это какие-то вообще просто ненормальные в этом плане, в плане юмора, в плане подачи этого юмора. Как актеры они просто сумасшедшие, это вот, это вам реально респект, ребят. Поймите, конечно, скучаю, конечно, скучаю. Яша, ко мне. 32-й регион, хело-хело. Что тут за... Истая, что вам привезти, Мадина спрашивает. Ребят, вы нам себя привезите, Тима и Мадина. Потому что они обещали, что это ваши собрания. Да, вы нам... У них дел очень много, у них там работы много, и у Тима, и у Мадина. Я с ними разговаривал, я сюда приглашал, они это... Вот, ребят, вы себя привезите здоровыми, целыми, а Истая нам ничего не надо. Ну вот именно. А, можете привезти? В Душанбе давно был? А вот. Там раньше лучший зажигательный был. Ну не знаю, я вот увидел БАС-лигу, и мне я был в полном восторге, я клянусь вам, в восторге просто был. Я причем, там половина КВН идет на казахском, они же разговаривают все равно на казахском, в перемешку с русским. И до такой степени мне это все нравилось, что я даже понимал, о чем они говорят. Ладно. Спасибо, братан. Денис, за что, родной? Не, можешь, конечно, Тим, привезти, но ты, брат, ты... Ты мусульманин, у тебя рука не подымется. Трансика бы нам сюда одного хорошего. Вот как раз помогал бы. Леди Боя. Леди Боя, Леди Боя, Сашка подсказывает. Женька, ты лучший свет. В Азиамикс, КВН, как тебе? Азиамикс, я ее обожаю, Азиамикс. Обожаю команду Азиамикс. Обожаю Дениса Дорохова, если говорить о КВНе. Он в этом году для меня, ребят, раскрылся просто как сумасшедший актер. Почему-то про Митю нет ответа. Ребят, про Митю, потому что ты не первый, кто спрашивает в течение сегодняшнего эфира, и я уже просто устал отвечать, ребят. Жень, в Калининграде. В Калининграде не был я, кстати. В Калининграде я не был. Польша нравится. Я не был в Польше. Я вообще в Европе не был. Да, я уже отвечал про Митю. Я же не попугай, ребят. Ну, я понимаю, что вы все спрашиваете. Я вам так скажу. Все хорошо. Они все мои будут там. Брат, кстати, Тима, я тебе сразу хочу сказать. Я был в Таиланде. Смотрите, какая тема. Если ты идешь, ты видишь Леди Боя, не дай Боже, ты скажешь, что это трансвестит. Вот. Они понимают вот эти русский диалект, они все это понимают, потому что они тебя побьют просто. Я вам объясню. Леди Бои – это двухметровые мужики. С кадыком. С мышцами. И ты одному можешь дать, второму можешь дать. Но их 40 этих 40 Леди Боев на тебя набегут. Что китайцы, я был в Китае, что тайцы. Вообще азиаты, они, у них нет такого, как в России, как на Кавказе, бить кулаками там нету. Они вот все, что им под руку попадается, они тебя этим будут бить. Бутылка, палка, кирпич будут по башке тебе бить. Поэтому, просто тихо, спокойно, с уважением. У нас еды полно. Подходишь к Леди Бои, говоришь, добрый вечер, счастья вашей семье, благополучия, любви и процветания. И идешь мимо. Вот. Привет, я тоже родилась в Душамбе, до 6 лет там жила, к сожалению, не помню абсолютно его. Сейчас живу в Ужгороде, но смотрела Орел и Орешку, Душамбе сейчас... Ребят, да, я тоже до 6 лет. Ужгород, центральная Украина. Да, в Греции были Афины, самый лучший город, единственная страна, в которой бы я хотел бы жить и переехать со своей семьей. Это Афины. Греция номер один. Еда, климат, люди, менталитет. Это прям моя страна, в которой бы я хотел бы жить. Пскове был. У нас следочка оттуда. А Кадони случайно не Леди Бои? Да нет, ребят, Леди Бои, они красивые. Я вам так скажу, если вы увидите удачного Леди Боя, там попа накачана, грудь вот такая вот, то там неимоверной красоты просто есть Леди Бои. Ну, ребят, на Влада посмотрите, вы что? У вас со вкусом вообще беда или вы пьяненькие? А когда пьяненькие, там все подряд. В Испании тоже бывали. В Германии был. Ребят, я в Европе не был. Я объездил очень много. Я был на Ямайке. Я был в Китае, в Пекине. Я был в Таиланде. Я был в Греции. В Белоруссии был. Дай Бог здоровья тебе и всей твоей семье. Спасибо огромное, это взаимно. А что, Кадони некрасивый? Я не знаю, я мужчина. Я не могу судить о красоте своего же пола. Для кого-то, Кадони красивый. Я вообще считаю, что некрасивых людей нет. Спасибо, Наташ. Спасибо, Семенова. Некрасивых женщин нет. Некрасивых мужчин нет. Есть ухоженные и неухоженные. Что? Кролик со сметаной? О, кролик со сметаной я буду подогреть. Есть ухоженные женщины и неухоженные. Я считаю, что любую женщину возьми. Приведи ее в порядок. Причем я не говорю о формах, допустим, худенькая или полненькая. Просто приведи ее в порядок. Лицо, косметология, макияж, красиво одеть ее, понимаете, причесочка и все. Да, и она будет уже желанная. Поэтому некрасивых нет людей. Есть неухоженные. Вот неухоженные, к сожалению, очень много. Фестивальный помнишь в Сочи, когда в армии? Ну, конечно, фестивальный помню, Давид. Я, Давид, фестивальный помню. Фестивальный – это концертный зал открыт под открытым небом в городе Сочи на набережной этой, на маяк, набережная маяк, по-моему, называлась она, не помню, находится, где все КВНы, концерты, все-все-все там проходило. Я служил в армии, служил ментенком. И мы ездили туда охранять все это. Поэтому я 12 или 13 раз был на концерте Левса. Ну и всему тому подобное. Улан-Удэ привет огромный. Улан-Удэ не был я. Золотые слова. А меня помнишь? Яна, сестра моя. Давид, к сожалению, нет, вот так по имени не вспомню. Фотографию вижу, наверное, смотрю. Смотрю на вас, захотелось есть, пойду подогрей. С Кутузовой у вас что? У нас, о, у нас с Кутузовой дети. Дети. Ха-ха, двое. Что у нас с Кутузовой, ребят? Одного. Другого. А другую мать. Ну вот. Я роста дочку воспитываю. Рост моих воспитывает детей. Ну что за вопросы, ребят? Ты во внутренних войсках служишь? Да, ментенком был, говорю. Ментом позорным ходил с палкой резиновой, ПР-73. Патрульно-постовая служба города Сочи. Ваши документы. Кунох, мент. Ребенок спит спокойно, слава богу. Римма, привет огромным. Кушать буду кролик в сметане, Саша взяла. Она ходила на ужин. Привет, чепуха, дорогой. О, Олег, спасибо огромное. Спасибо, дорогой. Спасибо большое. Спасибо. Чепуха. Не знаю, чепуха это оскорбление или нет? Я думаю, что нет. Да, нос у меня не сломан, у меня хрящ выбит. Скинхеды меня побили. Я рассказывал в начале эфира. Чепуха, оскорбление или нет? Что такое чепуха, чепуха? Это плохо. Чепуха, это ты чепуха. А, я чепуха. Ну, значит, правильно Олежка написал, что я чепуха. Ребят, я вообще не обращаю внимание на оскорбление в интернете. Объясню, почему. Да, объясню, почему. Потому что, когда тебя пытаются оскорбить, и ты на это реагируешь, то ты это принимаешь. А я нет. Это очень вкусно, наверное. Мусорок. Мусорок, да, мусорок шляпный. Кулатну ставила. Не шей мне срок машина. Зингеря иголочка сломала. Не, ты. Да нет, ты полублатный. Не полублатный. Короче, вообще ни на один вопрос нет. Извините, в Армении не был? В Армении не был? Что ты любишь кушать? А я вообще всеядным. Все, кроме овощей. Женя, моя мама так вас любит. Она только... Спасибо, маме привет огромное. Уже, ей понравилось. Да, аж бы тебе было дождик. Харьков, привет большим. У тебя зуб золотой спереди? Позолоченный. Гоген пришел после меня на Дом-2. Ну, то есть я пришел. Ребят, я в 2008 году пришел. Хорошо, я понял, Кефримова. Кефри? Кефрин какой-то. Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Что такое? А, у нее, кстати, да, у дочери появилась тема. Она соску и дэш, она так выплевывает ее. Придется брать эфир в ванну, так как не оторваться от эфира. Давай, давай. Когда будешь мыться, думай обо мне. У подгузники у нас Мэрис. Сейчас уже двоечка. Какие зубы? Какой золотой? Ну, у меня свои зубки пока. Слава богу. Ростов, привет большой. Бабкины опять. Да, да. Кольцо направо. Это просто зеркальное отражение. Телефон так снимает. Ну да, я живое пиво люблю. О, жена подогрела. О, смотрите, ребят. Утка и макароны. Ладно, только майонез. Короче, ребят, я вас всех обнимаю. Спасибо огромное, что вы сегодня этот вечер провели со мной, с моей семьей, с моей супругой, дочкой. Но нам нужно уже мне кушать и заниматься ребенком. Всем пока. Нет, в офисе не смог бы работать. Всем удачи и храни вас Бог. Пока. Спасибо огромное. С праздничком вас.